Уверен, вы много раз думали, как ислам смотрит на Рождество. Вы наверняка такое слышали, мол, Муфти Мэнг говорил, что не надо говорить с Рождеством, обращаясь к христианам. Наверняка слышали. А зачем вырывать фразу из контекста и приводить ее отдельно? Смысл же уже другой, а то так получается, как будто мы мусульмане, люди, которые не хотят мирно сосуществовать с представителями других религий, христианами, например. Вот я скажу вам, меня буквально недавно спрашивали, в Сингапуре. Я вам это для чего рассказываю? Чтоб показать, что мы не глупые. Просто иногда люди воспринимают мусульман сквозь призму того, что о них говорят медиа. В итоге они приходят к определенному умозаключению, выводу, далекому от действительности. Люди не видят всей картины. Вот смотрите. Лично я, да, рос в Зимбабве. Мы с малых лет жили среди индусов, христиан, иудеев, представителями традиционных африканских верований. Мы в школе с ними учились. С малых лет. Потом я начал ходить в среднюю школу. Там были только христиане-католики. И из имеющихся вариантов этот был лучшим. Они не мешали нам. Мы ладили с ними, они с нами. То есть отношения наши были довольно уважительные. Но, когда дело доходило до Рождества, становилось видно, сколько христиан в него не верят. Они говорили, нет, это неправильно. Помню мальчика. Даже помню, как зовут. Он со мной общался. Религию изучать он не любил. Он состоял в одной из христианских сект. И он говорил, да он даже не понимает, о чем говорит. Потому-то и потому-то. И приводил доводы свои. Сейчас не о них. В общем, были христиане, которые не верили в Рождество. Ну и Рождество не справляли. Ничего же такого нет в этом, если христиане не верят в Рождество. И в том, что не справляли, тоже ничего такого. Но как только они встречались с христианином, который верит в Рождество, вот тогда и начинались проблемы. Так что задайте себе вопрос. Вы мешаете людям праздновать то, что они хотят? Нет? Вы игнорируете их? Нет? Вы им не разрешаете этого делать? Вражду сеете? Нет? Просто говорите. Как в Коране Аллах, обращаясь к пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, говорит. Скажи, у вас ваша вера, у меня своя? В школе со мной учились индусы. Один ел говядину. Я говорю, а как так ты ее ешь? По твоей религии это же вроде как запрещено. Корова же для вас. Священно. Как божество. Ты, получается, не уважаешь божество свое? Но. Он говорил, это особая говядина. Я не понимал, о чем он. Но суть была такая, что я не особо соблюдаю индуизм. Был другой индус, который говорил ему, ты неправильно делаешь. И еще один индус был, который порицал его. И еще один индус поправлял его. Но он продолжал есть говядину. И потом, когда наступал праздник жертвоприношения у нас, мусульман, они никогда не поздравляли нас. Почему? Ну как? Мы же резали тех, кто у них считается божеством, так сказать. И мы их прекрасно понимали. Пожалуйста, не ожидайте, что индус в день Идуль-Адха скажет тебе с Курбан-Байрамом тебе. Отнеситесь к ним с пониманием. Ведь с их позицией то, что ты делаешь. Это богохульство. Они же тебе не мешают. Не то, что они полны ненависти или нетолерантны. Просто они верят в другие вещи. У них другое вероучение. И для них это оскорбительно. На Курбан-Байрам поздравить тебя. Что он должен сказать? Слушай, я знаю, что ты мое божество зарезал. Но ничего, все нормально. Приятного аппетита. Не надо такого ожидать. Где твое здравомыслие? Вот это и есть толерантность и сосуществование разных религий. Дело не в словах, а в том, что ты не проявляешь агрессии к чужим верованиям. Ты понимаешь, что они неправы, но относишься уважительно. Вот так надо. Время шло, и мы с удивлением заметили, что как получается. Когда речь идет о других религиях, мы видим то же самое. Люди не принимают участие в чужих обрядах. В обрядах других верований. Это не значит, что они фанатики. Они уважают друг друга. Был парень, который индусом был, а потом ислам принял. А у индусов... Какой обычай? Когда индус умирает, его тело кремируют. Сжигают его. И вот... Отец этого парня умер. И вот семья собралась кремировать тело. И они этого парня, который ислам принял, как старшего сына попросили поджечь. А он такой... Я понимаю, что вы мне хотите честь оказать. Это же мой отец. Но это противоречит исламу. В итоге ситуацию разрядил кто-то из присутствующих. Очевидно, мудрый. Да ладно, говорит, оставьте парня в покое. Ну, верит он, что это неправильно. Зачем на него наседать? То есть, смысл в чем? Если люди здравые, то нормально могут сосуществовать представители разных религий. Как в многонациональном государстве. Но не надо свое мнение запихивать в глотку другим. Это вот как сегодня в западном мире запрещают мусульманкам носить платок. В некоторых странах так. И это создает другую проблему. Почему? Это как уважаемый министр сказал. Это заставляет людей чувствовать себя так, что они воюют с системой. Но потому что как так? Это мое право во что-то верить. Я верю, что это правильно, а это неправильно. В этом смысл. В общем, среди мусульман есть те, которые наоборот считают, что это нормально Рождество справлять. И среди христиан есть те, которые считают, что справлять Рождество неправильно. Иронично, да? За то, во что ты веришь, ты отвечать будешь перед Аллахом, а не передо мной. Если другой верит иначе, это его дело, но пусть мне это не навязывает. Но не хочу я верить, как ты, ну. Живи сам, дай жить другим. Сегодня проблема всех течений в том, что каждая верит, что только они правы. И мы хотим запихнуть наше мнение в глотку другим, всему оставшемуся миру. А если не примут, вот отсюда и терроризм, отсюда вражда. Осторожно, твои же слова будут использованы против тебя. Аккуратнее. Смотрите. Вот я рос, значит. И несмотря на все это, мы в молодости за одним столом ели. В колледже. Он обедает, ты обедаешь. Мы знали, что если у тебя бургер с говядиной, индусу его предлагать не надо. Для него это оскорбительно, для него это богохульство. Ты его ранишь этим. Не надо. Вот, например, у тебя друг индус. Ты ему что скажешь? На, говядинки пожуй. Вряд ли это надо делать. То же самое, если мусульманину предложить свинину. Согласны со мной? Прикинь, друг твой скажет тебе, да чё, нормально же, свининка, вкусно же, на, хряпни. Как ты себя почувствуешь? Они к тебе уважительно относятся, ладят с тобой. Ты это общество строишь. Ты способствуешь построению этого общества. Его вместе строят. Но у вас разные ограничения в плане еды. Ну ладно. Вот о чём нужно задумываться. И это не то, что вот этот человек нетолерантен. Разница во мнениях и нетолерантность, это далеко не одно и то же. Я могу с тобой разногласить. Сто вопросов могу найти, по которым я разойдусь с тобой во мнениях. Но я толерантен. И проповедую толерантность. И сосуществование с представителями других религий. Взаимным дружелюбием мы построим хорошее общество. Здесь, в Малайзии, есть и китайцы, и малайзийцы. В плане религии есть буддисты, мусульмане. Может, люди, исповедующие христианство. Может, даже иудеи. Может, приверженцы ещё каких-то верований. Я уж не знаю, какие в точности здесь верования бытуют. Но, думаю, 20-30 разных. Смотрите, да, государство какое? Столько национальностей у вас тут. Столько религий. А государство служит обществу. Вот так вот. Что оно делает? Служит обществу. Братья и сёстры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить.